Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре социолог, директор Европейского института социальных коммуникаций Александр Доброер и Екатерина Доброер, общественный активист-оформитель с темой «Украина глазами европейцев. Итоги нашего паломничества во имя мира по странам Европы». Добрый день, дорогие друзья. Наше путешествие, которое в итогах, может быть это громкое слово, итоги, но своими впечатлениями об этом необыкновенном путешествии мы хотели бы поделиться с Катериной. Мы приняли решение идти в этот паломничество, сделать наше первое путешествие значимым в духовном смысле для нас двоих. И мы выбирали маршрут, к которому мы могли бы поехать. Иоанна Павла II, Сантьяга де Компостелла, что они примут нас волонтерами. И таким образом решился вопрос, куда мы идем. По правде говоря, о этом месте Сантьяга де Компостелла, месте такого паломничества на другом конце Европы, очень поверхностно. Катерина рассказала о том, что вот есть нечто такое, об этом ей рассказали ее испанские друзья, и мы двинулись в неизвестное. Оказалось замечательно, она превзошла наше ожидание в хорошем смысле этого слова. Может быть, несколько слов о том, как выглядели наши дни, потому что наше пребывание выглядело таким образом. Мы отправились в паломничество, как в некий религий. Это не было просто испытание, потому что испытывать себя можно, поднимаясь на Гаверлу или гуляя по Крыму. Это, безусловно, был некий религиозный акт. Но, тем не менее, наша публичная часть была такая. Мы хотели, зная, что встретим на пути очень много людей из разных стран, не только Европы, но и мира, говорить с ними об Украине. Мы взяли с собой украинскую символику, чтобы быть заметными, и, встречая людей, разговаривали об этом. Может быть, Катерина несколько слов скажет о том, как выглядит наш дни в паломничестве, а потом в этом центре. Я хочу сказать, что путешествовали мы более 30 дней, около 36 дней. Мы побывали в 19 городах, в 4 странах. Мы летели, ехали на поезде, на автобусе, мы шли пешком. У нас была идти пешком, основная задача и цель. Мы преодолели более 6600 километров. Суммарно. Суммарно, да, всего. Пешком мы прошли 120 километров. Это необходимая часть прохождения паломничества, для того, чтобы в конце получить сертификат. Такое некое подтверждение тому, уважнее твоей персоны, что ты дошел, что ты был в этом паломничестве. И мы встречали множество людей с разных стран. Мы имели на себе футболки, кофты с надписями про Украину. Мы видели отклик людей просто на улицах. В одном из городов экскурсовод русской группы, проходя мимо меня и прочитав на кофте «Keep calm and love Ukraine», объявила всей группе русскоязычной, что такие кофты нужно распространять, что нужно хранить спокойствие. И объявила, чтобы каждый подошел и посмотрел, в чем я одета. Также в храме святого Якова в Сантьяго де Компостела на футболку Александра обратила внимание женщина. Мы даже не знаем, откуда она, кто она, но было написано «Pray of Ukraine with us». Да, «Pray with us», «Молись с нами об Украине». Она просто подошла во время службы и сказала «I pray with us». Она просто сказала, что я с вами молюсь, и это как бы помогает нам, это двигало нами. И многие люди откликались, спрашивали, интересовались, что происходит в Украине, потому что, к сожалению, не все знают. Если говорить об Украине, то нашими такими друзьями в паломничестве у нас собралась такая небольшая группа. Чем интересно это паломничество, его когда-то пропагандировал Иоанн Павел II, и он известен, может быть, нашим землякам по книге Паула Куэльо «Дневник мага». Куэльо тоже прошел этим путем, очень был восхищен этими, и рассказал, пересказал свое видение этого пути в данной книге. Мы, когда шли, встречали разных людей, но была какая-то группа людей, которые мы постоянно встречали в пути. Потом некоторые нам, узнав, что мы из Украины, признали, что сначала они думали, что мы из Скандинавии, наши желто-синие ленточки, браслеты на руках, а они приняли за то, что мы шведы. И были удивлены, узнав об Украине, что знают об Украине. Мы видели, работая уже в паломничественном центре, людей из нескольких десятков стран. Как ни парадоксально, я сказал, что это религиозное паломничество, но мы должны понимать, что религиозность сегодня тоже имеет некую иную составляющую, не только институциональную. Многие люди идут для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ты там сам выбираешь себе стиль паломничества, там над тобой нет какого-то священоначалия, там нет кого-то, кто тебя принуждает к молитве. Ты выбираешь сам себе темп, в котором ты идешь, в компанию или сам ты идешь, быстро или медленно, хочешь молишься, хочешь поешь песни, хочешь разматриваешься по сторонам, хочешь кричишь. Что хочешь, то и делаешь. Каждый выбирает для себя. Но, что важно, разговаривая, мы обратили внимание, конечно, для людей, которые с западного полушария, только канадцы и американцы, в курсе того, что происходит в Украине, они очень сочувствуют нам, они сами начинали разговор, они понимают, что происходит в Украине, когда мы говорим о... мы встречали и бразильцев, и корейцев, у них смешанное понимание того, где Украина, и украинскую войну, они понимают, что Россия агрессия, но они ее путают зачастую, у нас были какие-то колумбийцы, которые путали это с агрессией в 2008 года против Грузии, то есть Грузия, Украина, так издалека, оно как-то так уже смотрится смешанно. Для европейцев, безусловно, вопрос, который мы задавали, вы вообще знаете ли, что происходит в Украине, есть четкое понимание того, что происходит в Украине. Они однозначно понимают, что это не гражданская война, они очень хорошо информированы, вместе с тем отношение к этому разному. Кто-то говорил о том, что здесь существует некая составляющая, экономическая, и они на это повлиять не могут. А вот мы встретили ребят из Голландии, из Голландии, да. Молодая пара, выслушав нас, рассказав нам, что они все знают, они в курсе, но они просто спрашивали, чем конкретно мы, не политики, можем вам помочь, мы хотим помочь, что мы можем делать, потому что мы в своей компании, мы в своей стране, мы знаем, что происходит, но мы не знаем, чем мы можем помочь. Задача такая, посыл такой, чтобы как-то научить людям нам помогать, если мы действительно нуждаемся в этой помощи. И вот, честно говоря, этот вопрос тогда нас заставил, поставил в такую трудную ситуацию, потому что действительно, но вот о чем люди, которые желают помочь, могут помочь? Мы говорили с ними о том, что это, безусловно, нужно распространять информацию в своем окружении, что нужно об этом разговаривать, но этот вопрос остается. И вот мнение, которое мы вынесли из нашего общения с десятками людей из разных стран, такого плотного общения, безусловно, что многое зависит от нас самих. Когда мы сами будем готовы бороться за свои ценности, и это требует от нас некой мобилизации, некой мужественности, готовности идти дальше, и тогда, безусловно, видя такую настойчивость Украины и украинцев, мы будем приобретать все более и более какие-то такое уважение и респект со стороны со стороны других людей из других стран. Безусловно, что поражало, это добродушие. Вот если мы говорим о каких-то ценностях, если мы говорим о том, какого... Мне кажется, что задача для Украины и уже была возможность у меня об этом говорить здесь, это как кризис доверия. Кризис доверия нас друг к другу, а именно вот такой кредит доверия, который мы можем выдать друг другу, он в наше сообщество, он может нас подтолкнуть. Вот у нас было несколько таких оригинальных встреч, и людей, которых мы просто встречали на улицах и в городах, и в деревнях, и вот история с Пепе, которая... Да, в первый день мы вышли в свое паломничество, мы прошли полпути, и просто остановившись где-то в деревне, в какой-то деревне, мы любовались входом в дом, ракушками. Ракушка – это символ паломничества Сантьяго де Компостелло. Мы просто постояли пару минут и полюбовались. Подъехал мужчина на мотоцикле, такой в возрасте мужчина, и он сказал, это мой дом, я вас приглашаю, посмотрите. Он показал музей, который у него есть дома, свой. Он расспросил, кто мы, откуда. Мы обменялись подарками, потому что он подарил нам ракушки, мы подарили украинскую символику, напоил нас ледяной водой в жаркий день. И вот эта ситуация показывает, насколько мы закрыты и не готовы доверять людям. Там же, то есть, какая-то европейское общее доверие, человеческая духовность, наверное, то, что они надеются на Бога, доверяют друг другу, это то, чему нам нужно учиться здесь. Это парадоксальная ситуация. Человек, кстати, оказался, он живет в горах, но оказалось, что он показал вырезки из газет, но оказался гонщикам, участвует в разных таких командных регатах по Европе. Их команда является каким-то там победителем регат, это уже не выяснили бы. То есть, у нас был связан с морем, у него такой морской музей, человек просто ввел нас в дом, показал, завел, это было удивительно. И что поражает, безусловно, что мы часто говорим о людях, которые живут на Западе, ну да, это благополучное общество. Испания не самая богатая страна в Европейском Союзе. И отличается, безусловно, восточная часть, когда мы были в Барселоне, от Западной, где мы шли по Галисии, это небогатая часть. Но независимо от того, идешь ли ты, попадаешь ли ты в богатые города, или попадаешь ли ты в бедные деревни, или какие-то такие поселения, это не мешает людям быть добродушными, открытыми, готовыми делиться с тобой. Это, безусловно, тоже такая черта, которая покоряет и поражает. Может быть, вопросы какие-то. Скажите, какое все-таки общее мнение, среднее, если можно сказать, среднее мнение иностранцев об Украине, об украинцах, и как складывались, возможно, ваши отношения с людьми из России? С людьми из России мы их не встретили. Мы не сталкивались просто. Дело в том, что наше паломничество, оно было именно вот этим путем святого Якова. Причем, что это паломничество не только католическое, потому что Яков это святой общей церкви, это первый апостол-мученик, и туда, в Сантьяго-де-Компостелло, ходят паломничества более 1200 лет со всей Европы. Туда приходят русские, туда приходят православные. Более того, мы когда там были, рассказывали, что несколько лет назад впервые в этом Сантьякском храме была служена православная литургия. Но по статистике, по статистике, год приходит приблизительно 250. В этом году, данные к середине ноября, из Украины пришло 150 человек, из России 608 или 618, я не помню. То есть, это не очень большое. Причем, есть несколько десятков маршрутов, люди ходят разными, мы шли не очень популярным таким маршрутом, мы для себя его выбрали, английский путь, а люди ходят другими, то есть, мы с ними не встретились. Мы просто не сталкивались, да. Единственная группа в Венеции с экскурсоводом, которые сказали, да, да. Ну, экскурсовод был, я так понимаю, живущий в Венеции, у него другой взгляд, то есть, она сделала такой посыл и к этой группе, но мы не вступали ни в какие разговоры. Что касается среднестатистического европейца, то он, конечно, тоже разный, потому что, например, вот разговаривая в Испании, Испания не зависит никаким образом от России, она не зависит ни от газа, ни от нефти российской, она зависит от Сирии, от Ближнего Востока, и в принципе, они реагируют на войну на Ближнем Востоке, так как реагируют Германия или Франция, или Польша на войну, или на конфликт вооруженный военный на территории Украины, в которой включена Россия. Для них это важно. И поэтому оценка, она разная, но разговаривая с людьми, имея возможность говорить, мы интересовали, есть ли в прессе информация об этом. Она не на первых страницах, когда был Майдан, то она везде была на первых страницах, но она появляется. Западное общество достаточно имеет разные точки зрения и хорошо информируется, но, безусловно, российская пропаганда, она во многом чувствуется, чувствуется в аргументации, они даже сами, ну, по крайней мере, некоторые люди, с которыми мы разговаривали, они видят это, они чувствуют это, они понимают, но они говорят, что этого просто очень много, через разные каналы оно просто льется на Запад. Общее отношение такое, доброжелательное, осторожное, обещание молиться, вопросы, чем мы можем вам помочь, мы как простые люди, и понимание того, что здесь, конечно, играют свою роль тоже экономические интересы политиков, потому что, ну, вот Италия, она зависит от российского тепла, то есть Германия тоже, ну, люди понимают это, есть некая, как бы, политикум, есть отношения, отношения людей. Мне кажется, это была такая наша задача, то есть мы об этом говорили сразу, что помимо наших вот таких приватных каких-то намерений, с которыми мы шли в паломничество, наша задача была говорить об этом, и это можно там назвать, не знаю, народной дипломатией, то есть наша задача была как можно больше с людьми разговаривать. Понятно, что мы не можем покрыть Европу, но тех, с кем мы встречали, мы пытались с ними разговаривать, говорить, чем мы живем, почему, чем вызваны эти события, почему это происходит в Украине, это вот было для нас важно. Сантьяго в одном из отелей Paradise, это один из самых дорогих отелей в Испании, мы встретили выставку, фото-выставку, там были совершенно разные фотографии, совершенно, там была и Меркель, которая обнимала святого Сантьяго недавно в храме, и абсолютно разные политические, и неполитические действия. И среди этих фотографий мы нашли фотографию из Майдана. То есть, это была, вот, это какая, эта сцена очень кровавая, это бойня, и она подписана, когда, что, то есть, с комментарием, это пятизвездочный отель внутри двора, то есть, на самом деле, это, ну, это важно об этом. они следят, они что-то, они знают, что-то не видят, но полноценно, каждый из них, домохозяйка в доме, она не понимает, что происходит, что-то там где-то происходит. Спасибо. Наш посыл был такой, когда... во Франции мы не были. Отношения, просто во Франции, допустим, они против, они очень сильно против Соединенных Штатов, и, соответственно, как бы, что делают, воспринимают, большей частью, как бы, Россию, как антипод Соединенных Штатов, возможно, поддерживают. Спасибо за это уточнение, Ален, ты напомнила мне одну важную вещь, ну, как бы, о чем я хотел сказать, безусловно. То есть мы должны понимать, что мы не являемся там экспертами Европы, да, мы шли своим путем, и мы говорим о тех, кого мы встретили на этом пути. То есть это своеобразная выборка людей, да, своеобразных людей. Мы раздавали, что они очень охотно одевали нашу символику. Нас поразило, что на пути ты встречаешь людей, и они потом теряются. Но пройдя там пять дней, придя в Сантьяго, мы встречаем их, а они идут, значит, со значками нашими. Спасибо Виктору Аксенюку, он нас надел, и еще несколько людей, которые помогли нам тоже собрать такие сувениры. Они идут с браслетами, они идут со значками, то есть, ну, они же могли принять и выбросить там, или спрятать куда-то, да, то есть, это какое-то такое вот уважение и внимание тоже. И то, чем я хотел сказать, мы как раз, когда с Катериной были, мы уже уехали, просто наш путь лежал, так мы добирались на перекладных через прекрасные места, в частности, через Барселону. В Барселоне мы разговаривали тоже с испанцами, как раз у них в это время, они готовятся сейчас в Каталонии к референдуму о независимости от Испании, и второе, это в это же время проходил в Шотландии референдум, который провалился. И вот разговаривая с Гермом, тогда он говорит, ну, испанец, молодой парень, который работает инженером в одной из компаний в Барселоне, он говорит, безусловно, мы не хотим отделяться от Европейского Союза, потому что мы здесь в Барселоне, мы даем 85% бюджета всей Каталонии, здесь живет одна четвертая часть населения Каталонии, мы, барселонцы, не видим в этом смысла. Понятно, что есть где-то какие-то партии, он оценивал это так, это буквально где-то там в блоге мы с Катериной писали об этом, он провел такую аналогию с Приднестровьем, он говорит, Европейский Союз сказал, конечно, вы можете выходить из состава там Шотландии, Великобритании или из Каталонии, Испании, но тогда возникает вопрос ВИЗ, признание образования, банковая система и так далее, и так далее, то есть вы можете. Кроме того, мы должны понимать, что нынешнее поколение европейцев, которые выросли уже на Шенгене, они не представляют себе Европы, они не представляют себе Европы, в которой существуют границы, в которой нужно выстаивать очереди за визами, где нужно проходить паспортные, это абсурд для них, просто полный, и безусловно, что многие не захотят этого, то есть есть некие радикальные партии, которые это откручивают, но реально люди не очень хотят, где-то там в какой-то часть населения безусловно, но генеральной совокупности нет. И второе, что касается вот Франции, это напомнило другие события, мы когда уже приехали в Сантьяго, уже мы были тогда, по-моему, уже были мы в этом паломническом центре, как раз пришла такая информация, что в Мадриде студенты Мадридского университета, помнишь, что мы говорили, студенты Мадридского университета вытолкали из аудитории украинских националистов-свободовцев, которые значит там пришли сорвать лекцию о том, что на самом деле происходит на Восточной Украине. И их вытолкали, потому что они значит это выкрикивали там какие-то фашистские лозунги. Что оказалось на поверку, то есть мы уже потом разговаривали с испанцами, просматривая прессу и русскоязычную, и нерусскоязычную. Значит, группа людей из близких к партии Родина, близких партии Родина устроила выставку. Кстати, это очень важный момент тоже, когда мы говорим о неком информировании западного общества. Мне кажется, что органы государственной власти должны на это очень пристально обратить на это внимание и работать в этом направлении. Организована выставка, которая ездит странами Западной Европы. В данном случае, когда мы были в Испании, это было в Мадриде, поэтому она попала на слух. То есть о том, о событиях 2 мая в Одессе и о событиях на Донбассе сейчас. И ездят эксперты, которые объясняют людям на Западе, что происходило. Что это фашистская значит, хунта угнетает людей и уничтожает вообще всякое инакомыслие. В ответ на них пришли протестовать против этого свободовцы, в результате чего там жгли украинские флаги, вытолкали этих свободовцев, якобы там испанские студенты и так далее. Давайте вспомним ситуацию, которая произошла несколько лет назад во Львове, когда, вы помните, никому не нужная была, она была спланированная провокация по поводу ветеранов в возложении Венковка, в которой участвовали Родина и Свобода тогда. И те же самые действующие лица, тот же самый жанр, та же самая стилистика. И мои друзья российские или знакомые писали, вот, видите, на самом деле прозрело западное общество, наконец, они поняли, они вытолкали. Мы, получая такую информацию из СМИ, можем, не ведая о подробностях, да, воспринимать, ну да, вот запад против того, против там хунта и так далее. На западе есть разные люди, но просто мы должны понимать, что это смонтированные на ГАСМИ, просто срежиссированные спектакли. Очень опасные спектакли, и безусловно, я думаю, что украинская власть должна обратить на это внимание, и безусловно, мы должны делать сами выставки, выезжать с такими выставками, проводить встречи, потому что площадки есть, в Германии есть площадки, мы разговаривали, в Испании есть площадки, то есть приехать есть куда, было бы желание, ну и, конечно, какая-то финансовая помощь должна быть, какие-то институции этим должны заниматься. Спасибо вам. Мы, наше паломничество начинали со словами, это было лейтмотивом такого нашего паломничества, на нашем блоге мы всегда завершали наше видео словами, мы молимся за Украину и призываем вас молиться вместе с нами. Паломничество завершено, но паломничество Украины к новому обществу продолжается, молимся за Украину. Спасибо. Вы можете уточнить, когда вы начали паломничество и когда мы захотели? Мы выехали из Одессы 20 сентября и прилетели 26-го, на выбор 26-го мы прилетели в Ольхов. Спасибо. 26 октября. Мы пока.